Заморозить активы, прекратить полномочия в западных компаниях и запретить въезжать в страны санкционной коалиции. Такие, по мнению Международной рабочей группы Ермака Макфола, должны быть ключевые санкционные механизмы против руководящей элиты российского режима. Предложены следующие категории подсанкционных лиц в порядке приоритетности – олигархи, высшие чиновники, ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев, российские пропагандисты, руководство политических партий, члены семей и доверенные лица всех этих людей. Также предложено рассмотреть введение индивидуальных санкций в отношении всех российских спортсменов. Офис президента Украины. В санкционный список могут включить не менее 12 тысяч физических и 3 тысяч юридических лиц. Приоритет – 100 богатейших россиян из списка Форбс. Эффективность санкций зависит от того, какое количество стран входит в эту коалицию, то есть те страны, которые вводят санкции против России. И чем меньше стран, тем больше возможностей для разных лиц России, которым применены санкции, обходить эти санкции. Тем временем российские олигархи, ранее попавшие в санкционные списки, пытаются оспорить это решение в европейских судах. Уже подано около 20 исков, связанных с персональными санкциями. Среди тех, кто борется с санкциями – олигарх Роман Абрамович. Адвокаты российского миллиардера считают аргументом, что он платит больше налога в Европе, чем в России. Также они приводят тезисы о том, что они не связаны с режимом, который сейчас в России. Это не первый раз, когда подают российские олигархи такие иски. Они подавали их и до полномасштабного вторжения. Но никаких положительных решений на основании таких судебных процессов не было. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске книги «Палачей» – информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные о военных преступлениях российской армии. Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов, следователей, прокуроров и судей. Этот механизм позволит Украине и миру привлечь конкретные ответственности лиц, которые развязали или каким-либо образом принимали участие в этой страшной войне. Кроме персональных санкций, мир продолжает отказываться от разных сфер деятельности, связанных с Россией. Так, банки и другие финансовые организации Люксембурга заморозили активы россиян на 4,3 миллиарда евро на фоне военного вторжения в Украину. А Канада запретила оказывать услуги российским предприятиям нефтегазовой и химической промышленности. Новые меры вводят запрет на экспорт 28 услуг. «Российское вторжение в Украину продолжается уже более ста дней. За это время Владимир Путин и его режим причинили невыразимую боль и страдания в Украине и во всём мире. Мы продолжим неустанно добиваться ответственности за бессмысленную войну Владимира Путина. Канада сделает всё, что в её силах, чтобы помешать Путину подпитывать и финансировать свою военную машину». Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады. Консульство Норвегии в Мурманске приостановит работу с 1 июля. Услуги населению оказываться не будут. «Рамки, в которых Генеральное консульство в Мурманске должно продвигать норвежские интересы, со временем сузились. У нас не может быть нормальной работы, когда практически нет активности. Поэтому мы закроем Генеральное консульство в промежутке, но вновь откроем, как только позволит ситуация. Перспектив, что ситуация улучшится, мало, поэтому закрытие может быть длительным». Аникин Хьюит, фельдминистр иностранных дел Норвегии. Частные бизнес-гиганты тоже продолжают выходить с российского рынка. Так, китайская компания Huawei начала закрывать в России свои официальные торговые точки. Из 19 магазинов не работает уже 4. Причина – недостаток продукции на складах и падение спроса на смартфоны. А корпорация Microsoft, сокращая свою часть бизнеса в России, сообщила, что без работы может остаться более 400 сотрудников.